Как Айсберг превратил канадский городок в туристическую Мекку и за что Виктории Бекхам вручили Орден Британской Империи? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Во время саммита Большой Семерки в мае Дональд Трамп будет жить на военном корабле, поскольку узкие улочки итальянского города Тармины не позволяют перемещаться к ортежу президента США. Его на важные встречи будут доставлять на вертолете. Сам же военный корабль встанет на якорь в открытом море. Китай запустил первый грузовой космический корабль. Тяньчжоу в переводе с китайского небесная лодка доставит на орбиту более 6 тонн топлива и других припасов для космической лаборатории. В общей сложности он проведет на орбите 3 месяца. В ближайших планах ученых из Поднебесной создание собственной космической станции. Чтобы обеспечить свою деревню водой, китаец работал 36 лет не покладая рук. Все удалось. Мужчина выкопал 9-километровое искусственное русло прямо на крутом склоне. Эта идея возникла у него еще в 50-х. Он написал план и привлек к работе почти 300 помощников. В конце концов, крестьяне получили долгожданную воду, а мужчина стал настоящим героем. Маленький городок Ферриленд на канадском острове Ньюфаундленд превратился в туристическую достопримечательность. Все благодаря красивейшему айсбергу. Огромная ледяная глыба почти вплотную подошла к берегу. Высота айсберга в самой высокой точке достигает 46 метров. Местным это не в новинку. Огромные ледяные блоки из Арктики дрейфуют поблизости каждую весну. Территорию побережья провинции Ньюфаундленд и Лабрадор даже называют аллеей айсбергов. Виктория Бекхэм награждена орденом Британской империи как за свою благотворительную деятельность, так и за заслуги в мире моды. Бывшая участница поп-группы Spice Girls, певица и дизайнер, а также мать четырех детей получила награду из рук самого принца Уильяма. В Букингемский дворец звезда прибыла с супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом и своими родителями. Если ты даешь волю своим мечтам и много работаешь, можешь достичь невероятных высот. Поделилась своим главным секретом Виктория. Брэд Питт снова начал ходить на свидание после громкого расставания с актрисой Анжелиной Джоли. Правда, постоянной девушки у актера пока нет. По словам друзей, Питта больше интересуют сами выходы в свет и общение. Именно друзья выгнали Питта на свидание, чтобы он не сидел дома в одиночестве.